Всем привет, с вами Андрей Санат. Прошлой осенью я участвовал в конкурсе Рыбачим с Максимус. И занял там почетное второе место в своей категории. А призом является отличный спиннинг. И вот сейчас за этим самым спиннингом я поеду в компанию, которая организовывала этот конкурс. Но просто так съездить мне неинтересно, поэтому я из этой поездки сделаю небольшое увлекательное приключение. Смотрите дальше. Дорога не близко с севера города до площади Александра Невского. Но, я думаю, самокат выдержит. Ну а дальше мы ему поможем интересным способом сократить дистанцию. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Кажется, это здесь. Вот такой замечательный магазин здесь. И вот сейчас мне выдадут выигранную палочку. И я ее незамедлительно пойду испытывать на ближайший водоем. А ближайшим водоемом у нас тут является Днева. А это ж копия этого, Аваруны, судя по всему. Спиннинг мне уже подготовили. Выдали. Я еще сейчас куплю немножко хорошей крупной щучьей резины. И продолжу свое замечательное путешествие. Давай пройду через него. На байдарке? На байдарке. Что такое? Там в центре не такие волны, не такие, как под берегом. Ну, у меня байдарка-то большая. Ага. 3,8, диаметр баллона 35, и ширина ее метр 10. Она здоровая. И при этом она компактная и легкая. Да? 5 килограмм всего есть. Она из термопульуретана сделала. Абонятно. У меня намного меньше, и при этом в сложном состоянии она больше. Наверное, из ПВХ. Да. Вон уже за спиной полученный спиннинг. И сейчас выдвигаюсь его испытывать необычным способом. Итак, сухопутная часть приключений временно заканчивается, и наступает пора водного маршрута. По планам высадиться вот здесь на Неве, между мостом Александра Невского и железнодорожным мостом, и проследовать аж до Петропавловской крепости. Вот такие сейчас у меня планы. Погнали готовиться. В принципе, давление, обеспечиваемое мешком-насосом, для этой лодки более чем достаточно. Но у меня есть с собой маленький 150-граммовый насосик, которым я чуть-чуть повышу давление. Зачем? А потому что сейчас холодно, около нулевая температура, вода холодная, и лодка, попав на холодную воду, еще сильнее охладится, и поэтому давление может еще сильнее упасть, и она станет совсем мягкой. Поэтому я чуть-чуть добавлю давление с помощью вот этого насосика. Кстати, рекомендую. Он очень дешевый, и его легко с собой брать. В том виде, в котором он продается, он, к сожалению, хлипковат и не особо работоспособен. Пришлось его раскрыть, сделать профилактику, кое-чего поменять, и получился более-менее надежный насосик. Все готово к выходу. Можно отчаливать. Вот, я и на воде. Ох, какой классный ход по крафте-ка. Я не ожидал. Это первый выход на этом по крафте на воду. Проходим под мостом Александра Невского. Впереди виднеется Большооктинский мост. Чуть левее Смольный собор. А я иду сейчас прям по центру Невы. Пакрафт Биг Фиш Пак отлично идет. Ровно. Не требуется никаких усилий, чтобы держать курс. У меня, правда, еще установлен курсовой стабилизатор, который я всегда однозначно советую ставить на любые плоскодонные лодки или пакрафты. Ширина пакрафта, вот когда я ее померил именно с сидушкой, когда она расперла еще борта лодки, стала уже 110. Но, тем не менее, проводить веслом вдоль борта достаточно удобно. Причем весло не особо длинное. И никаких проблем с греблей не возникает. 8 метров здесь глубина. Тут такая брутальная ТЭЦ. А здесь всякие электрочайники. Проходим Большовтинский мост. Тут комплекс Смольного, Смольный собор. Пересеку сейчас Неву, чтобы пойти вдоль правого берега. Там и ветер будет, и волна будет. По крайней мере, должны быть. А мне как раз хочется испытать пакрафтик уже в более серьезных условиях. 13 метров. Даже 14 глубина. 13,8. Стою, жду, смотрю, у кого-нибудь клюнет, что-то не клюет. День добрый. В отвес. Пикак. Питерский водоканал. Знаменитая водонапорная башня. Из-за поворота показался Большой дом. А это значит, что скоро из-за поворота покажется Литейный мост. В сегодняшнем путешествии главное вот, водный поход. А то, что буду ли я ловить рыбу или не буду, это уже вторично. Мне просто хотелось сегодня сделать такой интересный сплав с заездом. Или заезд со сплавом. 20 метров глубина. Здесь 20 метров. Интересно, до дна-то тут долетит? Справа от меня находятся знаменитые кресты. Я думаю, все знают, что здесь находится. И уже сотни лет здесь находилась. Это тюрьма. Понравилась мне эта палочка. Бросает хлестка. Чуйка тоже на высоте. Все падения, все шевеления по дну. Все передает. Жалко, что поклевок сегодня не было. На абордаж! Так, ну вот, вышли на оперативные просторы. Впереди летний сад. Чуть-чуть еще правее Зимний дворец. Там Исаакиевский собор виднеется. Направо сейчас поверну. Дойду до Троицкого моста. Дальше чуть-чуть за него и все уже Петропавловка. Привет, набережная. Бэмс! Как отскакивает. Как отскакивает. Здорово. Еще разок. Чтобы к берегу не несло ветром оттуда, сделаем вот так. С течением парашют, конечно, не борется, потому что он движется со скоростью течения. А вот с ветром очень даже да. С течением парашют. Шикарное получилось путешествие Сплавился от площади Александра Невского До Петропавловской крепости По пути попытался половить рыбу Но ловил совсем немного и ничего не поймал Пару слов о Покрафте Бигфишпак Просто выше всяких похвал Большой, мощный, легкий при этом Всего 5 килограммов весит Отлично по Неве шел Я за него был спокоен и за себя тоже спокоен Чрезвычайно порадовало это сидение Спина держится идеально Сидеть мягко, удобно, хорошо, высоко Как будто дома в кресле сидел Я думаю, вот такое сочетание Такого цилиндрического баллона спинки И большой надувной сидушки Это даже в чем-то получше Фиштрона будет Который у меня всегда был в фаворитах Просто очень здорово сидеть Вот рекомендую Сзади тут мой самодельный подвес Для перевозки самоката Так, чтобы самокат не мог повредить лодку И был хорошо отцентрован И скорее всего такую штуку Я тоже буду рекомендовать К изготовлению Ее уже сделают не как у меня вот кустарный образец А уже в нормальном фабричном исполнении И это будет здорово Вот просто вот смотрите Вот тут такая ниша В него вот кладется вот самокат или какой-то груз И днища не касается Потому что самокат, что это такое? Это почти 20 килограмм Сосредоточенного на малой площади веса Если бы я просто положил это на днище То там получилось бы в днище углубление Которое портило бы всю гидродинамику А так получается то, что самокат вывешен Он висит на баллонах И не касается днища Очень удобно Еще обратите внимание На новый держатель датчика эхолота Съемный держатель Очень удобный Туда ставится или датчик практика Или вообще любой датчик Если его закрепить на какую-нибудь там палочку Если вот так вот датчик будет стоять То тогда он будет некорректно показывать глубину А он всегда стремится резко вернуться в вертикальное положение Этим и хорош Ну вот и завершилась моя сегодняшняя кругосветка С вами был Андрей Сонар Подписывайтесь на мой канал Всем пока!